...внимание развитию системы обслуживания налогоплательщиков. И вот, правда, приятно было наблюдать, что от философии стоящего гражданина вы перешли на равнозаряженную модель и модернизировали свои офисы, оказание услуг по работе с налогоплательщиками. Правда, видно, насколько философичный то, как даже дьявол в деталях. То даже, как устраивается коммуникация, вроде бы, когда ты живешь в этой уже концепции, ты не обращаешь внимания, когда действительно приводится картинка, как было и как стало. Это в том числе живое подтверждение, что действительно налоговая система стран СНГ меняется, меняется в том числе и в формате вот такой вот невербальной коммуникации, когда это обыгрывается в том числе и фирменным стилем, и планировкой оперзалов. Ну и, конечно же, тут нельзя умолить и исключить роль того, что госсектор чуть более сложно перестраивается к таким новациям, как клиентоцентричность. И правда, даже в правительстве, когда мы подступались к сбору инициатив социально-экономического развития, одной из которых стала клиентоцентричность, мы изучали опыт бизнес-сообщества, делового сообщества. И вот ценность нашего сегодняшнего обсуждения еще и в том, что с нами Максим, помимо просто городского сумасшедшего, как ты себя идентифицировал, да, не налоговика, свежая голова, да. У нас также в дискуссии принимает участие Андрей Александрович, это заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ. И, естественно, многие наслышаны о КАМАЗе. Это драйвер отечественного автопрома, это компания с высоким уровнем ответственности. У вас очень большой опыт и в развитии корпоративной культуры, и в сервисном обслуживании, и в постсервисном обслуживании. Естественно, компания известна на площадке СНГ, исламского мира. Андрей Александрович, поделитесь, пожалуйста, вот вашим видением, вашим опытом. Вы, как представитель делового сообщества, вообще вот как для себя маркируете клиентоцентричность? И, возможно, если еще подсветить видение клиентоцентричного взаимодействия в плоскости государства, бизнес, будет просто бесценно. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо организаторам за возможность выступить. Как у нас говорят, КАМАЗовец – это диагноз. У меня, к сожалению, такая немножко неблагодарная миссия выступать последним, перед обедом. Я понимаю, что если я затяну, то меня присутствующие начнут тихоненавидеть. Поэтому я постараюсь вложиться. Первый – это небольшой ролик. Я показываю это о том, как сейчас, в настоящий момент, проектируется автомобиль. Тема, ну, дискуссии моей – это цифровая информация. И я постараюсь как раз в рамках моего выступления цифровой информации, я постараюсь в рамках дискуссии вложиться. Это реальные кадры, снятые прямо с реальных рабочих мест. Я просто попросил коллег с НТЦ сделать для меня небольшой ролик для того, чтобы показать, как сейчас работает конструктор. То есть машина собирается виртуально вначале, проверяется на совместимость узлов. И, соответственно, проверяется, как она сможет на техпроцесс ляжет существующий, что нужно доделать. И, соответственно, как она может собраться. То есть это все происходит в компьютере. И при этом мы иногда, ну, смеемся сейчас, говорим, что лучше заплатить, значит, дополнительно повысить зарплату конструкторам или лучше новый компьютер купить. Поэтому такая дилемма стоит. Ну, на самом деле, конечно, кадры для нас – это большая ценность. Как мы пришли к цифровой информации? Мы долго думали на это. Начали мы где-то, наверное, в 2017 году про это думать. Съездили по нашим коллегам, по всему мы прокатились там, в Европе. Значит, были на Рено, смотрели Центр цифровой информации у Деймлера, у Симминса, значит, у коллег наших стационарных фабрик и у многих других. Нам нужно было понять, что это такое и для чего это нам нужно. Потому что мы понимали, что, да, мы большая компания, как правильно заметили, мы еще являемся основой транспортной безопасности страны. Но мы поняли, что, как любая большая компания, наши решения многие принимаются достаточно медленно все-таки, не так, как нам хотелось бы. Поэтому мы постарались понять, что можно сделать, и посмотрели, как это выглядит у других. В 2018 году мы приступили к этой работе. И, соответственно, фундаментом нашего цифровой информации – это наша система управления и, соответственно, корпоративные бизнес-процессы. Исходя из того, что такое, ну, что такое мы сначала долго тоже у нас была дискуссия, что такое цифровая информация. Мы даже в Сколково собрали, попросили провести для нас семинар, стратегическую сессию. Мы пригласили туда больше десятка компаний, те, кто считался на тот момент лидером цифровой информации. И поняли, что это изменение бизнес-процессов с учетом того, что сейчас позволяет новые технологии. Это цифра. То есть это значит уже выстраивать новые бизнес-процессы, не просто менять их, а встраивать туда новые технологии цифровые. И, соответственно, ускорять эти бизнес-процессы как можно быстрее, чтобы они были более эффективны. Ну, например, вот персонал – это один из наших направлений, нашего клиента центрального, потому что, ну, это для кого не секрет, что персонала сейчас не хватает. В городе у нас, я вот еще являюсь заодно депутатом городского совета, ну, порядка 5000 человек не хватает для того, чтобы это в производстве, в промышленности. И для этого нам необходимо было как-то отвечать на этот вызов и что-то с этим делать. И мы активно начали работать в плане системы управления производственными процессами. То есть это на уровне цеха, на уровне участка. И основное направление что? Это понизить требования персоналу, потому что, к сожалению, тоже система тех же советских времен, когда были ПТУ и там все остальное, те, кто готовили рабочие специальности, хотя мы тоже в этом плане очень сильно работаем, мы в ProSkills участвуем, значит, и готовим тоже ребят, и курируем несколько там училища, техникум, ну, колледжи, как сейчас называется, да. Значит, но в любом случае мы понимаем, что требования такие есть, и нам нужно было что-то с этим делать. То есть вот эти системы позволяют повысить производительность труда, при этом предъявляя меньше требований к персоналу. Аналогичная картина у нас находится в бизнес-процессах. В бизнес-процессах то же самое, к сожалению, не хватает не только производственных, но и часто не хватает экономистов, болтеров и всех остальных. Здесь мы тоже работаем над этим, и мы занялись роботизацией бизнес-процессов, используем российскую заработку, PrimaPro. Более 100 процессов у нас роботизированы, и они работают там круглые сутки, соответственно, там, где это возможно, и готовят какие-то там стандартные документы и рассылают их там дальше по цепочке. Электричный документ-оборот – это наша внешняя связь, порядка 95% внешней связи у нас работает через ИДО, и, соответственно, тоже порядка 90% внутренней. Цифровой взаимодействие с сотрудниками, то, что мы говорили, да, создан веб-портал, созданы мобильные предложения КАМАЗ-мобайл, соответственно, в нем зарегистрированы наши работники. И, ну, тут тоже есть нюансы, потому что у нас достаточно большое количество людей в возрасте, не все из них работают смартфонами, для этого у нас есть там стоечки, и это в фронт-офисах, где человек может подойти, ему покажут, он может обратиться, и любой запрос, там работает круглосуточный колл-центр, любой запрос по определенному алгоритму обрабатывается, и, соответственно, дается ответ на те необходимые вопросы, которые человек задает. Теперь то, что касается автомобиля. В настоящее время существует три тренда. Это развитие автомобиля, это автономное вождение, электрические автомобили и подключенные автомобили. Я коротко тоже по ним остановлюсь. Ну, автономное вождение, что оно из себя представляет? Это как вот есть несколько этапов, так называемых, да, как у нас коллеги там про них говорят, что первый – это минус ноги, второй – минус руки, третий – минус глаза, четвертый – минус сознание, и пятый этап – это минус человек, да. То есть, в принципе, КАМАЗ вот сейчас испытывает автомобили, 12 машин у нас, и еще мы добавляем, по-моему, 7 машин вот в этом месяце буквально. Они уже по трассе Москвы-Питер ездят и, соответственно, работают в автономном режиме. Единственное, что пока по закону там водитель обязан сидеть, и там последний километр, так называемый, он это берет на себя в управление автомобилем и ездит. Сейчас этот автомобиль нарабатывает, значит, соответственно, информацию, данные, и для того, чтобы дальше работать в автономном режиме, перейти на четвертый этап. Но при этом у нас идут испытания по карьерам, там система проще, там людей нету, опасностей нету, там уже, по сути-то, это уже пятый или шестой этап, что автомобиль ездит полностью автономно, и это пока в рамках испытаний, конечно. Теперь мониторинг. Автомобили подключены сейчас, вот цифры здесь приведены, это порядка 80 тысяч подключенных автомобилей, больше трех лет мы это собираем данные, пройдено уже более 40 миллиардов километров дорог, соответственно, сигналов больше где-то 3300. Я тут коротко могу сказать, откуда мы пошли на это. Как раз в рамках сессии мы слушали компанию Boeing и выяснили, что, например, раньше, там, ну, несколько, там, может быть, там, 10-15 лет назад, самолет по прилету выдавал 15 килобайт информации, и, как бы, на этом все заканчивалось. Сейчас он летит, подключенный через спутник, и там терабайт информации идут, и, соответственно, он постоянно сообщает о себе, в каком он состоянии. Здесь у нас примерно то же самое, в машине сейчас куча датчиков стоит, которые, соответственно, обслуживают эту машину и сообщают водителю, соответственно, автохозяйство и конструктору о том, что вот есть такие-то проблемы в таких-то условиях определенных там внешних, и, соответственно, исходя из этого люди уже принимают какие-то решения. Это вот как раз удаленная диагностика, что это позволяет. То есть автомобиль заранее говорит водителю, говорит, там, возможно, у меня выйдет сейчас из строя такая-то деталь, соответственно, не переживая, я уже в автосервис позвонила, значит, позвонила в управление запчастями Камазовское, запчасти туда двинулись или двинулись там с ближайшего автоцентра. То есть, когда мы доедем, соответственно, там все у тебя уже будут ждать, и, соответственно, будет подключено. Сейчас мы это отрабатываем реально. Или говорит, что все, останавливайся, запчасти выехали тебе на встречу, мы тебя тут по ходу дела отремонтируем. Эта система, она рабочая, и она, соответственно, уже внедряется в эксплуатацию. Теперь направление новое автомобиль как услуга. То есть мы поняли, что добавленная стоимость на производстве автомобиля – это хорошо, но основная, конечно, добавленная стоимость идет там в дальнейшем переделе. То есть это предоставление услуг в качестве автотранспортного средства. Мы создали национального перевозчика, это назвали его там «Нацкар», это перевозчик, который мы планируем сделать одной из крупнейших в стране. Соответственно, сейчас мы инвестируем в него. В принципе, у нас там идет процесс достаточно в плановом порядке. Там больше, наверное, порядка уже под тысячу машин будет. И порядка там 10 тысяч тех машин, которые он использует, берет обслугу, как это управляет, как сторонние машины, соответственно. Это наша тоже разработка программы, которая позволяет этим людям работать. Кроме того, два направления еще есть. Отдельно я скажу спецшеринг. Это мы приближаем, это тоже отдельный стартап в рамках церковной информации, приближаем владельцев автотехники, у которых она простаивает. Я уж извиняюсь, все-таки немножко задержался. И, соответственно, и тех, кому эта техника сейчас нужна. То есть она их сводит их вместе. И, например, на трассе М4 у нас крупные компании пользовались этой услугой, мы им предоставляли соответствующую технику. И отдельно, наверное, я скажу про бизнес-челнок. Это такое среднее направление между автобусом и такси, которое сочетает в себе плюсы автобуса, это дешевизна, соответственно, и плюсы такси, это уровень комфорта. Данный бизнес используется уже, это тоже клиент-анатирование на нашего клиента-потребителя услуг, он используется в Новой Москве, в Подмосковье. Ну, понятно, что в городе Наберной Челны. То есть это сервис лучше, чем автобус, ну, и дешевле существенно, чем такси, в два раза почти. Поэтому тоже он пользуется большими услугами. Планы на будущее, наверное, я уж коротко. Машину собирает человек, машину собирает робот. Это у нас есть завод, завтра коллеги вы приедете, мы вам покажем. Соответственно, робот собирает робота. Это тоже наше новое направление, которым мы сейчас работаем в Казани. Ну, это вот последнее, я уж тут шутка, этого мы постараемся не допустить, как бы, войны машин. Вот. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое.